Девушки отдыхают Девушки отдыхают Высказываете эту идею вслух И она поражает кого-то или удивляет Или там неважно в какую эмоцию она приводит человека И вам скажут Where did you come up with it? То есть как тебе вообще такое на ум-то пришло? И вот она, та шутка, которая Собственно не была ясна многим Ллойд хочет туалет Начинает это все делать В бутылке, которую они нашли там у себя же в машине Он это делает и делает Уже очередная бутылка опять полная И это все замечает полицейский Догоняет их И слушайте внимательно Многие варианты дубляжа были прям дословными То есть полицейский говорит Pullover Это такой свитер А Гарри отвечает Нет, это кардиган Но спасибо, что заметили Шутка в том, что Pullover Еще означает остановить То есть вы тянете на себя Тормоз ручной Да, вы его на себя тянете Поэтому пол даже тянуть Еще Pullover, конечно, означает свитер Который вы тянете через голову То есть you pull it over your head И здесь вы не забывайте Что комедия тупенькая Достаточно и юмор такой же Поэтому Гарри, скорее всего, хотел Как говорится, отъехать И сделать вид, что он не понял полицейского Поэтому, конечно же Полицейский хочет, чтобы они остановились А Гарри переводит тему на одежду Вот в этом и есть юмор И, конечно, это никак не донести Просто переводом Поэтому, помимо того, что Stop the car Еще можете говорить Pullover Что означает то же самое Замечтался наш Лоид И чуть не уснул за рулем И чуть не врезался в грузовик И Гарри у него спрашивает Ты хочешь, чтобы я повел машину? Ну и, конечно, опять же Типичный вопрос в разговорном языке Без всяких do Просто you want me to drive И то, что отвечает Лоид Это типичный ответ на какое-то предложение Вместо того, чтобы говорить No thanks Можно сказать No, I'm cool Так говорит молодежь То есть нет, все в порядке Или же No, I'm good Также можно сказать Если вы человек постарше И не любите слова Типа клево И круто Поэтому Имейте в виду I'm cool I'm good И в итоге наши герои Останавливаются в придорожном мотеле Причем для влюбленных И вдруг Гарри начинает рассказывать Свою историю Про свое разбитое сердце И вот послушайте-ка И вновь у нас шуточки-прибауточки Не особо понятные с первого раза В дубляже часто переводили И вдруг Откуда ни возьмись И, кстати, так именно и переводится фраза Right out of the blue Можно без слова Right Нежданно-негадно Она меня кинула Смысл фразы вот в чем В английском есть такое понятие Как Dear John Letter Это письмо о расставании Которое дословно переводится Письмо дорогому Джону Девушки Именно девушки Пишут его парням И, скорее всего Ведь они обращаются К своему возлюбленному Дорогой Ну и Джон Это самое, наверное, распространенное имя В английском И Гарри как раз Рассказывает Об этой нехорошей ситуации И он должен был сказать She sends me a dear John letter Вместо этого он путает слова И говорит She sends me a John Deere letter А John Deere Это известный американский бренд Выпускающий трактор И вот всю эту большую технику всяческую Поэтому вот Как хотите Так и переводите У нас, конечно, перевели Доходчиво Она меня кинула Рассталась со мной Но вот такой вот Юмор словесный И вот Что с ним хочешь То и делай Причем опять же Эта фраза Разлетелась на всю страну И теперь Дураки Которые повелись на это Именно так и говорят И то же самое Что у нас в России Там вся эта Чумачачья весна Насельника И все такое Это разлетается И с этим потом Ну ничего не можешь поделать Только принять И понять И простить А мы же с вами возьмем фразу Out of the blue Что означает Нежданно, негаданно, неожиданно Вдруг Ни с того, ни с сего Запоминайте А теперь давайте повторим Все звездные фразы Из сегодняшнего разбора Where did you come up with it? Pull over Или stop the car I'm cool Или же I'm good Все означает No thanks И out of the blue А теперь скажем Now I get it И пойдем далее Субтитры сделал DimaTorzok